Музыка Господа, наше время заседания пресс-клуба вошло. Сейчас мы открываем февральское заседание пресс-клуба общины Иерусалима. Гостем нашим является писатель Юрий Мурадов. Несколько слов правила работы нашего клуба. Это выступление гостя. После этого вопросы журналистов и ответы на них. Возможны небольшие выступления до 5 минут, заключительные слова гостя, ну и потом неофициальная часть общения и так далее. Пока что мы начинаем наше заседание. Слово нашему гостю писатель Юрий Мурадов. Пожалуйста. Спасибо большое. Здравствуйте все. Я рад, потому что меня пригласили к вам сюда. И сказали, что полчаса я имею право говорить все, что хочу. И меня даже не будут перебивать. У меня есть очень много тем. Я регулярно встречаюсь со своими читателями. И поскольку меня приглашают иногда в один в тот же город, в один в тот же круг по 2-3 раза, я подготовил несколько тем, о которых я могу с ними разговаривать. Здесь я впервые даже. У меня как бланк. Все что угодно. Но может все-таки я задал мой вопрос. А что бы вы хотели? Я могу поговорить об игрите, о моих книгах, об игрите. Вот они здесь. Может кто-нибудь вас слышал о ней. Может кому-то попадалось с одной из этих книг вам. Я могу поговорить о... Недавно я в Российском культурном центре прочел лекцию. Меня пригласили в четвертый или пятый раз. Уже о книгах было неудобно мне говорить. Я прошел лекцию о русском языке. Почему мы, разъехавшись во все страны мира, продолжаем писать на русском языке. Если у меня такая же лекция на полчасика с тобой принес сюда. Можно поговорить о... Может быть вы читали мои публицистические статьи в газетах, в интернете. Это немножко не иврит. Можно поговорить о том, как я вхожу в иврит. То есть не о книгах вы говорите. Когда меня на... Тебя это называется, да? Топалер брал интервью. Когда он спросил меня перед началом интервью. А что вы считаете самым главным вашим интересным? То, что вы сделали за свою жизнь. Сказал, что самое, по-моему, главное и интересное, что мне удалось сделать. Это я стал писателем на иврите. Приехал в Израиль в возрасте 42 лет. И сказал себе, что я буду, если буду писать, то буду писать теперь уже на иврите. Что я уехал из русскоязычной страны. А в России я не стал из русскоязычной страны. Я сам родом из Средней Азии. Из Ташкента я приехал сюда. Не для того, чтобы продолжать оставаться русскоязычным писателем. Я сказал себе так, ну, самонадеянно, есть такое слово, да, самонадеянно, что за 5 лет я буду лучше иврит и буду писать. Не получилось. Я стал писать только через 10 лет. Это не могло. И первое произведение свое на иврите я написал по заказу сценарий фильма, который мы поставили. Сценарий фильма на иврите я написал, который мы поставили. Его показывали по первому телеканалу, потом выставили номинантом на местный израильский Оскар за лучший сценарий, но не дали. Премию антисемии, знаете, как это сидят, живет он, да. И потом уже пошли другие произведения на иврите. Я сейчас на нескольких сайтах публикуюсь на иврите. Среди прочих, я публикую статьи свои на сайте Рубика Розентага. Знакомый Матери, один из крупнейших, беднейших израильских лингвистов, языковедок. И у него есть сайт, недавно он организовал. Мы с ним переписывались раньше, по вопросу иврите задавал. Он вопрос тогда, и когда он организовал, он обратился ко мне с предложением писать для его сайта об иврите. И, значит, приятно вам сказать, что на статьи мои об иврите реагируют ученые, писараты, другие лингвисты. Лингвисты пишут мне письма напрямую всегда. Это интересно. Вот одна другая тема моя, о том, как я иду в югрид. Что вам интереснее всего из того, что я сказал пока? Это, знаете, как бы по-еврейски, вопросом на вопрос. Вот как вы себя сами позиционируете на сегодняшний день? Вы писатель, вы как бы следователь публициста, следователь лидера. То есть, значит, кто вы, Юрий Горбович? Конечно, я писатель, я писатель. Прежде всего, как Майков сказал, я по этим не интересен. Я писатель, вот этим не интересен, да. Если задите вопрос лично, я, так сказать, ну, и не отвечу вам на этот личный вопрос. Только о писательстве дела и буду говорить. Кстати, вот вопрос поняли о том, об этике, как вот журналист и интервьюируемый общаются. Топарик перед началом, мы с ним посидели, мы в 15 пообщались, перед началом этого интервью сказал, Юрий, есть какие-нибудь вопросы, которые вы просите не затрагивать, не сдавать вам? Я вот, Юрий сказал, мне таких вопросов нет. Спрашивайте меня все, что угодно. Нет плохих вопросов, есть плохие ответы. Вот наши политики очень часто попадают в калошу и ляпают мне твои, потом скандалы большие, грубые. И они говорят, вот подлец журналист, задал мне вопрос и подрел меня. Нет, нет плохих вопросов. Но любой вопрос можно ответить так, чтобы быть из этой ситуации человек с достоинством. Спустите, есть некорректные вопросы. Судей человек говорит, вы под присягой, отвечаете да или нет, продолжаете ли выпить свою жену? Это типично некорректные вопросы. Смотрите, на этот вопрос можно ответить именно так, как вы сказали. Вы же, ваш вопрос, который называет заранее, что я делаю, но ты и только. Ответ хороший, да? Да, это не хорректные вопросы. Можно вот так ответить человеку. Мне понравилось однажды, Кацава все ругают, он все ругает сейчас, Моши Кацава. Его ругают за то, что он там что-то нехорошее делал. Я даже верю, что он нехорошее делал. Потому что я слышал запись его беседы с дамой, одной из дам, которая на него пожаловалась. И извините, никого суда, ничего не надо, чтобы понять, что человек делал нехорошие вещи. Ну, не важно. Однажды, еще будучи пославным, президентом, ему журналист задал вопрос. Вопрос задал. Это не казалось в частной жизни, нет. Это касалось политики и так далее. И Кацава хорошо право не ответил, мне понравился вопрос. Он сказал, вы, журналисты, не имеете права, не можете задавать такие вопросы президенту Израиля. Почему? Потому что вопрос касался каких-то политических разногласий. А президент в Израиле должен быть, как говорят на крите, мамлахти, выше политических трачек и прочего. Очень правильный умный ответ он сделал. Он, наверное, все-таки не глупый человек. Но и не глупые люди бывают, когда ошибаются, попадают в тюрьму. И можно и так ответить, что надо раз ответить. Нельзя сказать журналисту, задавать такие вопросы. Если он еще задает вопрос о том, это правда, что ваш ребенок болеет от какой-нибудь болезни, который, в данном случае, человек не бывает, нарушает даже законы, когда опубликовывают такие вещи, можно ему сделать замечание. То есть нельзя заранее говорить. Журналист должен заранее знать, что нельзя задать вопросы, которые могут обидеть, задеть членов с ними и так далее. Журналист очень нехороший, я имя его не помню ничего. Когда Сара Белли баллотировалась как вице-президент в Америке, он взял этот журналист, известный, 20 лет, 30 лет ведет на телевидение передачу и решил пройтись по ее дочери. Что-то там такое она сделала, ему не помню, тоже не тот раз, дало повод ему ее объяснить. Но весь этот канал был не вообще американский, а он какой-то то ли восточный, то ли запольный побережье, да. И он сказал нехорошие вещи, а не высмеивал ее. А она несовершеннолетняя, он не знал, что она несовершеннолетняя. И вы знаете, это был, конечно, позор, если нужно заговорить с вами по бытике. Есть вещи, которые просто журналист должен знать и не делать. А так можно задать, пожалуйста, любой вопрос, конечно. Давайте так, раз мы уже заговорили с вами по иврите, я вам расскажу о своих книгах немножко, хорошо? А потом, если будет вопрос, продолжим. Как только вам надоест что-то, он сразу говорит, все. Когда я приехал сюда, я вам сказал, что, я сказал, буду писать на иврите, и надо его освоить, а как же его осваивать, этот иврит? Я его совершенно не знал. Знал там лихаим, шалом и все. Это уже половина моих слов на иврите, потому что я совершенно никаким сионистом не был. Можно это сказать, да? Куда ни посмотришь, где-то люди сионисты, страдали там, сидели, все прочее. Я уважением отношусь к законодказникам, сионистам. Друзья у меня есть. Я работал с Кузнецовым, газетелистом. Несколько, так много достаточно лет с ним работал. Я Йосову Пекуна очень уважаю. Мы с ним вместе тоже делали один проект хороший, большой, но его освоили. И он вышел, книга вышла, вместе с ним сделали. Сам я не был сионистом. Когда мне говорили, что в Израиле живут неопопанты, как называют, агрессор сионистки. Ну, юноша, я верил. Вот агрессор там, да? Мужедаян, как там было в одной классе, да и так далее. Все такие прочие шутки эти. А когда развалился Союз, и как вдруг мне сказали, что ты еврей, а я себе читал русский язычный человек, мне сказали, что ты еврей. Я подумал, я действительно еврей. И зачем же мне танцевать на этой свадьбе чужой, плясать на ней? Я поеду в Израиль, и даже если я там не смогу быть дальше писателем, я там был членом Союза писателя СССР, там шли мои пьесы в театрах, там мои книги издавались, и все было на мази, как говорится, хорошо. Я лучше буду в Израиле работать на стройке, на стройке, наверное, применение мне на эту. Приехал сюда, и вдруг так получилось, что оказалось, что можно здесь и в газетах работать, и так далее. По горячке, по привычке, первые недели взял и написал, человек, который каждый день пишет, который каждый день писал последние 20 лет своей жизни в Советском Союзе, он не может двухтрак перестать писать. Написал несколько статей, и они в газете Вести послали, помните раньше, в Ваншек послали конвертики, на мошенники такой, у кого-то из знакомых достал, маленькую портативную машинку, пишущую, и опубликовали их. Получив, даже гонорары платил, в Вести платили гонорары, получили эти гонорары, сто шекелей каждую статью. И я жил в Вуссериме тогда, жил в Весгадзееве, и здесь у вас, наверное, есть, нашим все время называют газеты, у нас еще, да? И там я опубликовал эти статьи, вырезки у меня хранятся эти, тоже мне платили гонорары. Я просто сказал, нет, я не за этим сюда приехал, я не буду дальше продолжать писать на русском языке. И себе сказал, все, с русским языком, пока покончено. Я перестал писать, я не читал на русском языке ничего, я не слушал радио, пусть мои друзья с радио Рейка на меня не обидятся, я не слушал радио Рейка, 9 канала, участия туда не было. Мы не купили давно телевизор, чтобы не было соблазна переключиться на российский канал. И вот тогда началась ломка. Началась ломка. Как вот наркоманы, которые отказались от наркотиков, так хочется русского, почитать русского, написать сам что-то по-русскому. Нет, я не сказал, нет. И вот когда у человека, его мозг не получает информации, привычный он начинает, человек образованный, интеллектуальный человек, интеллигент, он начинает его впитывать, искать где угодно. И вот во мне этот рейт стал ходить с улицы. Я работал здесь у вас, живя здесь в Иерусалиме, был такой завод олиниевых изделий, неформально назывался, может кто-нибудь проезжал, сейчас закрыли его. Я работал там целый год, и целый год у штанка я стоял, наушниками, и я слушал, слушал Иеритич. Сначала понимал, может, десятый час, а может, двадцатый час того, что я слышу, Рожжет Бэн. И потом все больше, 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 дома я читал газеты на Иерите. Читаю строчку, одно слово понял, а остальные не понял. Я составлял себя, а мозг требует интеллектуальной пищи, и поэтому идет все это в тебя. Короче, через полтора года Иеритич говорит, а, Блюпан мне не помогал. Есть был такой, Блюпан-пекватейн назывался, он хороший, потенции ему нет. Я две недели выдержал. Все как вырвало. Я две недели выдержал. Оказался мой Иерит, он не совпадал с ритмой группой. Двадцать человек, я уже давно все это понял, мне хочется дальше. Они все топчутся на одном месте, спрашивают, переспрашивают, и учительница беды, симпатичная такая, религиозная женщина, молодая была, у нас много все это с ними проходит. Через две недели я бросил, ушел, я стал работать, мне сразу повезло, меня взяли на завод Мифрумаль, меня человека с двумя высочками образованиями, я закончил университет, и закончил московский литературный суд. И человек, членство записателей СССР, красной категории книжечки, и с премьерами, около десяти премьерами я там был, в конструкторах, профессиональных театров, меня взяли на работу помощником рабочим. Помощником рабочего. Рабочий имел два класса образования, был юный молодой араб с восточного Иерусалима. Я ему помогал, правда через месяца два, он же стал моим помощником, потому что мастер подходил, и когда человек с образованием делает то же самое, что человек без образования, качество, конечно же, понимание, контактов, совершенно иное. И когда он ушел, на неделю заболел, и что, меня поставили на его место, он вернулся, и мы сказали, ты будешь ему помогать. Мы когда делали вот эти, знаете, рамы такие, интересно вам точно рассказывать, у вас есть дисциплина, рамы такие делали, и за границу посылали. Почему за границу? А мы должны дописать на картонке адреса этих самых. И вот эти три, как я называю, эти рамки, это алимиевые, и надо было посчитать. Мы считали вместе с ним, как бы он был, чтобы двое посчитать. Такое правило. Тот, кто режет их, аккуратно, к из допуску, милли-милли-милли-милли-милли-грамм какие-то, иначе будет обратно вернутых оттуда с рекламацией. Считаем. У меня получилось, допустим, 150, а у него получилось 140 косики. Не сошлось, пересчитываем. Да считаем опять, у меня 150, у меня 152. Ну, два класса, ну что вы хотите, хороший парень, у меня же пришлось, хороший парень, такой приятный, симпатичный, прочее. И потом он стал моим помощником уже, я вот вырос, рабочий вот так. И мне уже прошли быть и мастером, потому что я уже игры стал на хват, и потом было очень много рассказочного рабочего любого, тоже с диплом и прочим. Но тут прошло полтора года, я в Израиле полтора года, и вдруг кто-то мне сказал, что газета здесь ищет переводчика. Я поехал туда, вылазило 10 переводчиков с ивритом, на русский язык. Нужно было знать компьютер, я, допустим, компьютер выучил, как он его не знал. Нужно было знать хорошо русский язык, чтобы твой текст, то, что переведешь, было приемлемым для них. И чтобы иврит знал. И еще раз было, пять лет в стране, это был 93-й год, какие там пять лет в стране? Кто был в пятой стране? Только те, кто приехали с семьянтянных годах. Остальное ли я была в 4 года, в 3 года. Когда я позвонил, сказал, что да, 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 я знаю то-то-то-то, спросили, сколько лет в стране я собрал? Сказал, пять лет в стране. А сколько было? Два полтора года. Всего полтора года в стране. Почему это было важно для них? Чтоб человек знал реальность. Если ты не знаешь реальность страны, ты даже, зная великолепный иврит, не сможешь правильно реальность. Согласны со мной, да? Надо знать реальность страны. Я собрал, чтобы мне пять лет, до сих пор там я не думаю, что я все сказал право. Поработал там полгода, они меня уволили, потому что у них сокращение страшное. А еще полгода, я работал в другой газете, тоже на той же должности, переводчиком. Они меня обратно запрятали. Ну как, опять же, принялось объявление, даже не объявление, принялось о службе, потому что там опять есть, расширяется, нужен переводчик. Я пришел к кондиционеру. Он говорит, Юль, я тебя знаю, ты работаешь хорошо, я тебе уцел бы. Не понимаю, о чем делать. У нас всего одна должность есть. Я хочу сказать, что это должность, человека, который не только знает русский иврит, но и который мог бы перевести с английского языка. А я в школе учил немецкий. Как я учил его, у нас должен, преподаватель москва языка директор, он зайдет, напишет на доске ДЕР ДЕЙ ДАССКИ, и вдруг заходит себе дальше и говорит директору, вас в район вызывает. Он говорит, вот возьмите, почитайте, или кто-то приходил с нами, занимался, чем другие, не немецкий. Так я и немецкого не выучил. Английский, когда понятен, что это английский язык. Я смотрю ему глаза и говорю, так, я смогу с английского переводить. Не знаю абсолютно английского языка. Он сказал, хорошо, через две недели выходи. Вот с первого, я, с первого января будет там, что это суббота, или воскресенье, вот прямо со второго я, не мая, а май, в мае выходи до сих пор помню. Сказал, Две недели человек, который ни разу ничего по-английски не говорил, не слушал, не читал, я изучал английский язык. Через две недели я пришел, думаю, сначала мне удобно и видеть, и выговорить, а там потихонечку как-нибудь... тут же дали мне огромные статусы за «Зальзенпост», и там был словарь, Бултоник от ведакции Герасима. Прекраснейший язык. Так что сейчас интернет, правда, есть, там можно все найти. Прекрасный словарь, и вот этот словарь был, Бултоник был новенький, когда я пришел, когда я ушел через несколько лет, по трех, он абсолютно, и он трепал, именно я. Потому что, почти каждое слово я должен был проверить, я же не знал, я не знаю, я знаю, как фраза строится, как все прочее, еще что, я справился. Что мне еще помогло? Опять о журналистах мы говорим с вами. 99% журналистов пишут штампы. Вы согласны? Если я вижу предложение в три слова, я знаю, что журналист может с этими двумя словами сделать. И таким образом я до сих пор Куснецов не знаю, что я ему соврал, что я не знаю английского языка, проработал у него много лет, переводил миссер Витта из английского языка. И вот через вот эти вот проявления, через мучки, все эти вещи, да, помнишь, когда я второй раз к нему пришел работать еще через полгода, он и генеральный директор пригласил меня, Шамала Юлия Беркович, да, Юлия Шамала Беркович, знаете, он депутатом был здесь, и сказали, «Смотри, ты стараешься, хороший парень, такой, мы открываем новое приложение, нам нужен редактор, давай мы тебя назначим редактором, и ты будешь смел делать». Я сказал, «Нет». Они оба были поражены, напишут, «Как, почему?» Я сказал, «У меня другие планы, я работаю переводчиком, я хочу остаться переводчиком, у тебя будет прибавка за платью, у тебя будет положение», и все прочее. Сказал, «Нет». 10 лет занимаясь ежедневным ивритом, получая за это деньги, переводя с ивритом на русский язык, я его выводу только такой степень, что могу уже сейчас писать, и вот триумфом моим было. Написал я статью на иврите, и послал ее в газету, которая регулярно публикует меня, и получает письмо, впервые получает письмо такое, что, знаешь, я абсолютно не согласен с твоей позицией. То есть редактор этого отдела, отдела мне, не согласен с моей позицией. Вот так, кстати, хорошо написано, что я его публикула. Я старался, плянулся, я теперь могу спокойно продолжать постараться. И теперь, как компромисс, я все-таки стал писать на русском языке. Но это были книги «Компромиссы». Как вы понимаете, это были книги «Углублите», на русском языке «Углублите». Это было продолжение углубления моего в эту тему иврита. И книги эти, когда я приехал, мой товарищ, который со мной жил там, в Средней Азии, он кандидат в науку, он был директором музея, и он интересный человек. Он мне сказал, он приехал на года два на год раньше меня, он пригласил на тех, что я хочу научиться «Чем образованнее человек, тем труднее ему освоить новый язык. Люди малообразованные, могут освоить, у него в голове больше места нет. Мы мыслим сложными фразами, мы говорим сложными фразами, и мы не сможем на таком виде освоить такой вид, а на том виде, о котором говорят на рынке, Бахалиюда, это было время с ним беседу, мы даже не захотим, нам не цельный против. Все-таки я ему не боялся, я все-таки подумал, что наш багаж, багаж, где образованно, он не будет мешать освоить этот вид. Он только поможет освоить его. Он будет нам подспорить, этот капитал. И вот эти мои четыре книги являются доказаться того, что так это и есть. Что я делаю в своих книгах? Например, я, кстати, я видел сумаску, которую сейчас изложу, я ее в ноябрите написал, я опубликовал и получил огромное число писем об израильтян, которые понравилось то, что я сказал. Например, я хочу объяснить людям, что такое хэшбольная фиша. Хэшбольная фиша. Сложные понятия написать. Если ты помнишь, ты счет напишешь в душа, счет души. Что-нибудь сказало настоящему человеку? Нет. И вот я написал в этой книге своей маленькой головой, она самая маленькая, и она называется «Знай, Пушкин, и ври». Я пишу там вот что, я привожу стихотворение Пушкина, называется «Воспоминание», 28-го года попал в свой звук, В нем качество стихотворения «В бездействии ночном живей горят во мне, зниель сердечное угрызение, мечты кипяты, уме подавлено тоской, теснится тяжких дух избыток, воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток, и с отвращением читаю жизнь мою, я трепещу и прокляю, и горько жалость, и горько слезы лью, на строк печальных не смывает, воспоминание как раз смыло, и вот я пишу здесь, что если бы Пушкин знал иврит, это сихов иврит, он назвал бы хешбор нефиш, или вот, кстати, Пушкин знал иврит, оказывается, мне потом написали, люди, которые прочитают, и вы написали мне, что он в лице изучал иврит, есть доказательства косвенные этому, помните, у него, ты прочитал не только динамин, но и остальные главы, которые не вошли в экономических центрах, у него есть такое, авось о Шиболе это народный, когда я сюда приехал, я узнал, что слово Шиболе это значит Шиболе, означает, а неос, Шиболе, шуа, и почему Пушкин использовал это слово, он знал, что словом Шиболе это парольное слово узнавали людей из племени другого еврея, там, племя Минаше, племя Фране, я не помню, что там тема, они враждовали, был мост, речка, мост перед ними, между ними, на этом мосту сидит, стоит, охранит и говорит подошедшему, что это такое, показывая ему овес, если он говорил Шиболе, шуа, его пропускали, если он говорил Сиболе, суа, то племя враждебно не могло произвести звук Ш, его сбрасывали туда, сверстка, вниз, это было парольное слово, по которому узнавали, и Пушкин говорит, что слово авось для русских такое же парольное слово, как Шиболе было древним иудеем, древне иудеем это слово, и понятно, что он не только знает это из переведенной Библии, ведь слово авось русское и адвес, они звучат близко, просто надо, и есть доказательство, что Пушкин не стучал от евреи, или вот, например, я хочу объяснить своим читателям слово, такое, недавно появившееся, слегка говорит, мифурстамин, это скрипели два слова, мифурстам, знаменитый, известный, и стам, зазря, понапрасну, то есть люди, которые стали знаменитыми и ничего для этого не сделали, я говорю, что это слово очень хорошо передается строкой из Пастернака, позорно, ничего не значим, притчей на устах курсе, или еще пример, например, есть на еврите слова Бадах и Бахах, на русском языке тоже, проверить, Бадах проверил и Бахах проверил, да, я говорю, как же, например, в поликлинике только Бадика, только Бадика, не Бахина, а в школе только Бахина, в школе проверяют знания твои, а там проверяют анализы твоей, в больнице, я привожу, для того, чтобы подкрепить иллюстрировать в тем, что вот Высоцкого песня «Парня в горы возни», там поймешь, что такое, это будет не БДИКА проверка, это будет Бахина человека, и вот такого у меня очень много, тут у меня есть и про Маркс, я приглашаю с ее на помощь, и Владимир Ильича Ленина помогает, и Василий Виссарионович Сталин мне помогает, и вот наше знание, тот культурный багаж, который у нас есть, когда оказывается, что есть очень много точек соприкновения от какого-то совершенно дикого иврита, который пишет справа налево, и какие-то свои образы, метафоры, и звучания свои, и у русского языка, и это сближает, помогает симпатии привлять, потому что, чтобы знать язык, надо с ним завязать роман, надо влюбиться в него, и вот эти мои примеры, они помогают влюбиться. В одной книге я один класс языка открываю, другой, второй, третий, третий, и если у меня книга последняя, вот она здесь, тут я посвящаю сленгу, жаргону, и еще тем словам, которые были в выражении, которые пришли из соседних языков, из греческого, из арамейского, здесь есть, из идиш, очень много, я родился в семье, которая никакого отношения кашкинадскому не имеют, но я знаю очень много этических слов, откуда я их знаю, я знаю их из иври, говорите, они сохранились, это как бы, вроде бы, такое вот место, где даже если он иври, если он даже исчезнет вообще, и люди не будут больше нам говорить, вы видите, он сохранится, и выражение слова из этих слов, пожалуйста, да, вот это вот, что о моих книгах, сколько я вам болтал, если, переходим к вопросу, если хотите вопросы, пожалуйста, если у вас нет вопросов, я буду дальше, один вопрос, я сам переводчик с английского на английский, вы упомянули английский язык, значит, если вы, люди, из полного материала на английском, я пытался это пробить на рэп, там масса прекрасных вещей, это самый малый международный язык, но даже если вы возьмете, например, в раши, комментарии, это вы видите массу объяснений на юридских слов, то есть, привлекаете язык, занимает наше религиозное источники в своем английском. Честно, все равно, я не до конца понял, что вопрос, я могу поговорить. Вопрос, использование источников на английском, использование неизвестное источник. Я поговорил лучше на эту тему, хорошо, может, вам это будет интереснее, чем ответ на вашу подсказку, я не до конца понял. у меня, среди прочего, есть несколько глав, в разных книгах, где я показываю английское влияние на еврей. Очень много есть выражений, почему мне было английский легко переводить с английским, я потом сообразил, почему не было, я уже знал хорошо и вот я читаю идиому английскую на английском языке, и тут я его понимаю. Это же трудно без ужасно понять идиому, английский, если ты не учил английский язык, если ты не знаешь английский язык, а почему знаю, оказывается, я подсознательно перевожу слово в слово наеврит, а наеврит существует точно такая же идиома, которая имеет смысл тот же, что и в английском языке. Например, говорят «Кибель рогляет хород наимитер, получив холодные ноги». Я вот вижу на английском языке такая же фраза «Кот живи». Да. А мне не нужно объяснять, что означает это выражение, потому что наеврит существует человек испугался, дал задний ход, не хочет больше этого делать. Я переводил фильмы, это был фильм, прокурор не привел свидетеля на суд, когда судья спросил, лучше сказать, телец, который видел, он говорит на английском пишет «He got cold feet», да? Он получил холодные ноги, то есть он испугался, ему грозили, сказали попробуй выступить, и прочее. Есть очень много таких, у меня огромная голова здесь, огромная голова посвящена всем этим идиомамам, которые вошли в игры, они просто взяли и присвоили себя, просто взяли и присвоили себя. Есть очень много слов английских, которые используют для видео, хотя есть свои слова, «item», «next», они говорят и прочее. То есть не изучая английский язык, можно огромный пластик языка знать исходя из этого. А второй вопрос об источниках, еврейских источниках. У меня здесь достаточно выражений, которые взяты из Библии, ведь очень богатый язык, у него есть пластик в русский вискли, есть арабы виски очень много есть у меня здесь. И вот то, что взяли оттуда, они все читают, в школе изучают Тору, все сохранил. Например, недавно фраза интересная «Зимри в дорешка тмура кепинхас». Кепинхас он говорит. Я бы интересовал что-то такое. Влез туда и увидел, что был какой-то там когда-то Зимри, который прелюбодействовал и делал очень из-за этого был мор на еврейский народ. Пришел клинхас и упразил его копьем и ту самую подругу, на которой он, так сказать, Козби, Козби. 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 Неважно. Короче говоря, и тем самым спас. Весь народ перестал и прекратился. Очень интересно. До сих пор ее знают и говорят. Очень много других выражений хороших. И в этой книгах можно найти. Я ответил более-менее на вашу вопрос? Затронул тем. Еще пожалуйста. Мне к вам как председателю физичных писателей абсолютно мне не говорят может как-нибудь в нескольких цифрах, словах, казоватах. Охватывать вам всех пишущих. Даже каждый второй пишет. Охватывать вам всех пишущих. Ну в общем дайте мне понять насколько это объединение действительно отражает отражает эту нашу пишите смотрите мне очень часто задают эти вопросы в интервью мне писали даже берут как у председателя союза писателей как будто мне так важно быть председателем союза писателей и задают такой вопрос и другой вопрос в союзе писателей 230-240 членов союза писателей охватывает ли это всех нет потому что есть больше намного больше кто-то посмеется скажет куда столько писателей помните была шутка что 45 членов союза писателей он сказал другая шутка была что союз писателей это член союз членов союз что такое шутка такая была и в советском союзе тоже союз писателей не охватывал всех нет такой задачи она не ставит такой задачи почему люди идут в союз писательское дело одинокое дело человек сидит и пишет один редко бывает двое пишут как пишите вместе один я тоже пару раз писал вместе но как я писал вместе человек напросит набросает членов дальше никуда пойти приносит и говорит давай с автором сделай с него что-нибудь хорошее я ему говорю хорошо я не думаю отдыхай через неделю получше уже готовы к нему мы с ним с автором он интереснее что-то материал на дыму как говорят в народе я его взял и сделал с него литературный все писательское дело одинокое дело человек пишет один сам приходит момент когда книга готова когда он его выпустит ему нужно пообщаться услышать что они говорят причем очень хорошо что если будут две коллеги когда человека хвалят в лего это самая высокая похвала потому что обычно люди смотрят знаете не очень я помню что однажды в газете вести я там работал переводчиком но я писал и статьи тоже мне за это давали 500 шекелей в месяц премии к вложению высокой тогда там были столько зарплаты сейчас наверное есть а у меня было не очень зарплаты я пришел в третьем уже потом в четвертом потом пришел через несколько лет и мне платили 500 шекелей потому что я писал статьи иногда написал статью какой я вам потом скажу хорошо о чем статья была и произошло небывалое на следующее утро каждый кто был в редакции там много человек работает я сижу без зала побольше этого мы сидим все я работаю над новостями подходим чтобы он подойти к нему рожать мне сказать спасибо прекрасно здесь знаете за все мои годы работали в вестях я никогда не могу чтобы так люди подходили и говорили причем не так чтобы в кабинете отдельно в балке в туалете при всех громко сказали это фраза прекрасная статья хорошая статья спасибо все равно прочее нравиться людям чтобы было тоже нравиться нужно чтобы было люди тусуются творческие люди вот это союз писателей мы организуем ярмарки мы участвуем в ярмарках нужно оплатить мы оплачиваем ярмарку из нашей кассы союза писателей мы проводим вот мы сейчас издаем 17 февраля через неделю получается в российском культурном центре будем презентовать сборник который мы подготовили поэтический сборник наших поэтов 143 человека вот такой фалиан это будет кто сможет приезжать в российском турцентре 17 числа в 6 часов вечера мы представим эту книгу 143 поэтов мне сказали я не участвовал в составлении я подальше поздравляю чтобы вы подвижены меня почему не включили но я написал мне когда прислали перед тем как публиковать прислали книгу я прочел и добросовестно я написал предисловие к этому сборнику мы планировали уже готово теперь надо немножко собраться и сделать сборника рассказа у наших писателей это тоже организационная работа правильно совести с пис stomach организовать короткого рассказа там тоже будет очень много авторов тоже будет больший волос такой фалиант пьесы мы будем упускать планы у нас такие есть будем мы еще что-нибудь интересное делать в Совис Писателей люди хотят обращаемся ко мне мы хотим вступить в Совис Писателей им это даёт какой-то, состар это тоже хорошо дает им старость они чувствуют что они здесь у нас очень много талантливых людей Есть очень много людей не талантливых. Я как, нельзя, вот как сказал Кацав, ну еще Кацав, нельзя задать президент такие вопросы. Мне нельзя задать вопросы. Вот вам нравится такой писатель? Да. Нельзя мне задать вопрос. Потому что я всегда отвечу только одно. Великолепная писатель. Великолепная книжка. Великолепная книжка. Все. Ко мне присылают и говорят, мне очень важно ваше мнение. Я понимаю, что человек низкий, лукавен. Ему хочется услышать похвалу. Я им говорил. Когда я не был еще председателем, мне присылали. Присылали пьесы. Присылали книги. Не знаю почему. Присылали, что мое мнение может интересно. Я там более или менее старался сказать то, что мне казалось хорошим, то, что казалось недоработанным в личной переписке, в личной беседе. Как председателем записать. Я не имею право этого идея. Потому что мое слово означает, что он признан всем Союзом. И завтра надо выдать ему принес Союза рассказыщих писателей Израиля. Правильно? Если я кого-то поругаю, это будет то. Конечно, я скажу хорошие книжки. Но все остальные книжки тоже хорошие. Есть у нас это поможет. Ничего не страшно. Сейчас, когда при мне уже два года, у нас прием такой. Раньше говорили, что они принимали в одиночку. Председатель принимал. Не знаю. Я не вмешивался в это дело. Принимал в одиночку и так далее. Сейчас у нас есть приемная комиссия. Присылает человек своих произведений. Я и кто-нибудь отец секретарь. Воссылаем это членам приемной комиссии. Получаем от них отзыв. И по отзыву мы говорим. Вы можете быть приняты? Вы нет. Недавно, несколько дней назад, у нас есть члены из из-за ограничений. В Америке есть несколько человек. В России есть несколько человек. В германии есть несколько человек. Наши члены писали. Они приемной приступили тоже. И не буду знать его имя. Он прислал произведения. У него регалии такие. Он публиковался там, публиковался там, там, там. Регалии нас не трое. Я послал. И вдруг от троих членов не получает. Они получают ответы. Но это же не литература. Это же очень плохая, так сказать, рассказы. Люди говорят о графике. Это не имеет отношение к литературе. На ком обязанности? На мне обязанности. Он писатель сказал. Он дорогой такой-то такой. К сожалению, члены комиссии были почти единодушны. И сказали, что это... Мы не можем распределять наследие. Не примите. Я сказал. Возможно, это докажете нам, чтобы вы талантливый человек. А мы неправильно вас поняли. Я вам желаю это отношение. Теперь ответы у вас есть. Пожалуйста, еще. Ваша роль, что ли, опять же, продолжение разговора с Союза писателей как председателя? Какие основные цели, задачи, основная ваша работа? Я думаю, что я должен делать то, что помогать Союзу писателей, как председатель, направлять ее работу. А в чем работа Союза писателей? Помогать писателям писать книги. Как можно больше хороших книг. Подбавки, улыбаться ей, поддерживать ей. Приходят ко мне все многие вопросы. Вот, например, такой был чисто жилищный вопрос. Типичного человека, так сказать, до канала это бездохлюбная. Вот ты там не даешь то, не даешь это, у тебя есть долги есть. А он человек пишет. Хорошую книгу пишет. Я знаю, человек талантливый. И я, как человек, знающий еврей, взял и написал письмо. Этот человек пишет книгу. Это работа. Это члены нашего Союза писателей. Книга – это будет хороший вклад в культуру Израиля. Хотя она пишет и на русском языке, но, может быть, переведена и на еврей. И, пожалуйста, отнеситесь к этому человеку и соответствуйте. Не приходите к ним с требованием, чтобы ты не заплатил нам то-то-то, не работал такое-то какое-то время. Он работал. Вы знаете, потом через декабрь эта женщина мне говорит, а вы знаете, они мне присылали письмо, что все просили. Я не ожидал. Я думал, что я сделаю это свое. Ну, хоть долг выполни свое. А там же будет. Помогло. И есть еще другие вопросы. Не я это сделал, а Леонид Финкель, ответ секретарь сделал. Старый, очень старый, пожилой писатель живет в условиях ужасных. Он еле двигается. У него амидар на третьем что-нибудь нужно. Квартира ужасная. И они обратились… Он обратился к мэру города. Мэру города. И сосказывал его перед выборами что-либо. Прийти со своими помощниками к этому писателю. Участнику войны. Он увидел в каких условиях живет человек. И он прямо, Леолит мне рассказывает, он накричал от того человека, который ответил за этим. Что вы делаете? Вы что, животные? И Леолит мне рассказывает, что уже через несколько дней ему уже пригласили документы. Все, подпиши, принеси. И выделили ему квартиру. Другую на первом этаже не помнишь. Вот что мы сделаем кроме того, что творцы не упросят. Еще, пожалуйста. Только не говорите про Союз. Яков Павловский. Скажите, пожалуйста. Мы в Союз. Выпускайте, что мы сборники, альманахи. Только что я сказал, что мы выпускаем. Во-первых, мы будем презентовать поэтический сборник. Готов уже, готов. Надо только трясти до типографии и так далее. Сборник рассказов. Мы выпускали вестник. Литературный вестник. Но мы решили на последнем своем правлении выпускать теперь уже журнал. Толщик побольше у нас денег появится. У нас были немножко денег. Мы можем выпускать не вестник тонкий такой на тридцать страниц, а толстый журнал может поставить на сто. Хороший журнал. Это плана, когда еще и выдастся. Кто еще не примет? Есть ограничение в объемах? Я думаю, что, конечно, будет ограничение капитаба. Будет, наверное, послушать с этого делать, да, и побольше. Нет, я не имею в виду сборник. А актерский материал. Ограничение в объемах? Конечно, все. Бумажные имеют границы, да, все бумажные. Кроме того, мы, как я сказал, секции у нас появились один, второй, третий за последние два года. Они активно работают. Очень только вот они на день открыли фейсбуке. В фейсбуке открыли страницу этой секции, она работает, люди обменялись мнениями. Я тогда напишу, что мне интересно. О жанрах, о произведениях и так далее. Так еще, пожалуйста, вопрос. Ну, а интернет-сайт союза писателей? Работает интернет-сайт тоже. Информация дает о том, где что происходит, у кого была какая-то премьера. У нас писатель драматурги, например, Гулянский в России поставил несколько спектаклей. Мы сообщили об этом. Рецензии публикуются. Расскажите о ваших корнях. Вы немного поняли, что вы из Ташкента. Да. Вот как раз я теперь смогу сказать, а что была за статья, которая так понравилась всем в работе за везде, людям довольно-таки высокомерным, таким профинированным, которые считают, что они лучшие журналисты в Израиле. Правильно считают, кстати. Кстати, статья это была, вот видите, наш вопрос, я не ухожу от него. О языке моей матери. До трех лет я русский языка не знал. Я говорил на языке, на котором написано Рубаи Хаяма. Его называют еще Дари, называют его Парсири, потому что бухарские евреи говорят на этом языке. И когда я его знал, потому что я дома разговаривал с родителями, я его не потерял. И покойная мать умирала несколько лет назад, не до конца, и старался говорить на этом языке. И когда однажды мне попалась в руки книжка Умара Хаяма, езда на кириллице, на его родном языке, на языке Дари. Я в Таджикистан пропускал эти книги такие. Я стал читать, я думал, что я понимаю все, почти все. Ну, конечно, там были сложные слова, которые дома у нас не употребляли. Философские выражения и прочее. Словарь есть, можно посмотреть в словаре. Я пошел в глиотеку, сел и читал. Я понял вдруг, что никто из вас Амара Хаяма не знает. Вы знаете подделку под Амара Хаям. Амар Хаям, это человек, он писал, у него была такая литерация, что Маяковский мог позавидовать ему. Такие великолепные и внутренние ритмы и прочие звучания. У него самозвучание имеет больше половины ценностей. Кроме того, что есть хорошая музыка. А в этой книжке были еще и мои амбицины. Я в той книжке перебил 20 рубаин. Перебил уже сам их, да. Принес тогда в газету нашу областную. Я жил тогда в городе Смарканье в области. А они публиковали, у меня хорошая охота. Взяла отдел культуры, извините. Я говорю, это не Хаям. То, что вы привыкли читать. Это все а-ля и так далее. Ориентально. Сейчас я постараюсь вспомнить. Самое интересное, что когда я написал в интернете, в интернете напишите мое имя Юрию Мармуратову и напишите Хаям. И выдаст мою статью о Хаяме. О том, что он написал. И там есть и то, что я не публиковал. Я сказал, это не Хаям. Я тебя публикую, меня не поймет. Так они затирались мне. Одно окажется в полную стихотворение. Вы хотите, чтобы я пронес? Там силабический стих. Не силаботанический, как русскоязычный. А силабический стих. Саргаштат под чампольни хазохам чунгуй. Чапмеров розмиров гэч мэггуй. Камкаст трофикан андер тэкубуй. Будонат, будонат, будонат. Будонат, будонат гуй. Теперь от Викторовна, как я перевел его, да? Зачем судьба, как мяч гоняет, не постичь уму, послушно вправо, влево, вниз, не знает почему. Тому, кто зашвырнул тебя в такую тюрьму, ему познать, ему познать, ему познать, ему познать. И, конечно же, перевод этого стертижа существует в нескольких вариантах. Я, мне кажется, смог передать вот это уму, которое есть в стихотворении. Я старался это сделать, я поставил свою задачу сделать. И потом, есть там и внутренняя литерация. Зачем судьба, как мяч? Вот буквы Ч там постоянно, да, у меня? По имени не постичь уму. Буква Ч у меня есть. У него там тоже есть буквы, которые повторяют и прочее. И вот так я перевел это стертижа. А статья моя называлась «Язык мой». Я в этой статье рассказал о том, что я, вообще-то говоря, несу в себе еще один язык. Язык вот Хаяма, Алицена и Барсена и других. И этот язык поразительный. Он имеет очень много одинаковых слов с английским языком. Когда я стал изучать английский, я вдруг поразился. Не тысяча, а тысячи слов одинаковых смыслов есть и в том и другом языке. Причем английский вторичный. И в русском тоже, кстати. Очень многие слова, которые всходят к этому языку. И язык ударение. Ну, европейское группа языков. Например, «дазна» по английски, правильно? «Дазна» по-русски. Я слышу это одно слово. «Дазна» по-русски. Я слышу это одно слово. И только в нашем моем языке это слово имеет смысл. Двенадцать. Дуазда. Это от этого «дуазда» два на десять. Помните, русский говорит два на десять? Да, говорили? Дву на десять. Это с немецкой. Да, это с немецкой. И вот это «дуазда» — это основы. Оттуда пошло дюжина. Эту дюжину нет смысла в русском языке, правильно? И вот «дазна» в английском нет смысла. А в нашем языке, языке ударение, бухарской игре, это имеет смысл «дуазда» два на десять. «Да» десять. «Ду» — это два. Ну «ду» — два. Ясно, да? Тысячи слов. Или тех слов, которые являются какими-то такими поскорными, далекими. Не те слова, которые пришли в последние века, а в древние века. Вот эти слова, они общего английского языка. И очень многие смысл в языке этих слов. Вот я об этом написал статью, и там смог отписать, а не только научный, так сказать, материал подоставить, а написать с чувством, как говорят она. И люди подходили ко мне и поднимали. Я из общины, как так называются, «Бухарской игре». Три года к нам в дом пришла няняка Кушкина прямо, русскоязычная. Старушка. Мать работала, да. Она не была старушкой. Конечно, мне казалось старушкой. Издали ее дусик, Евдокий. Она была из глубинки там российской. И она с нами говорила, конечно, на русском языке. Мать работала, отец работал. У нас стало уже много детей. В семье четверть детей нас было. Она с нами возилась, готовила, упирала. Говорила с нами на русском. Мы уже русский язык. Мы с ней, наверное, чуть не больше были, чем с родителями. Потом детский сад на русском языке. Не был там детский сад на русском языке. В школу нас отдали на русском языке. И я встал. Закончил с медалью, кстати, в школу. Стал уже следующий человек. Я думаю на русском языке. А иногда думаю на языке. Я работаю в фирме, которая отнялся первые язычные. Это очень важно. Я иногда ругаюсь по работе. Ругаюсь так хорошо, что мои лица. Прекрасно получается. Еще, пожалуйста. Вы говорили, что вы были членом Союза писателей СССР. Да. Как я попал? У них написано, я статью пишу. А комменты злые пишут. Раз он был членом Союза писателей СССР, значит он был там КГБ, Сексоном и прочее. Иначе нельзя было поступить. Трудно было. Черезвычайно трудно было попасть в Союз писателей СССР. Это был замкнутый клуб такой. Мне сказали, в Ленинграде было такое правило. Умрет кто-нибудь писатель, потом мы примем кого-то еще. Который почти декадами стоял. Чтобы попасть в Союз писателей, нужно было издать две книги. Две, не одну, две книги. Чтобы издать книги в государственном издательстве, нужно о нем про Ленинграде писатель СССР записать. То есть замкнутый круг получался. Почему мне удалось его разорвать? Я обратился к этому маленькому местечке. Даже не в областном центре. Маленьком местечке потихонечку, потихонечку дорастал до столицы Ташкента и уже готовился переехать в Москву. И как мне удалось Союз писатель СССР? Дело в том, что книгу ты можешь издать, и они потом полежать, купить несколько человек, полежать, и потом им продать нож и макулатуру. А если ты поставил пьесу, а пригласил 500-600 человек в зал, а пьеса не пьеса не получилась, это будет позор на голову театра. Издать им не пострадать, потому что книжка плохая. А театр не может пострадать. Не будет люди. Погорят деньги. Зал не будет хлопать, не будет плакать, не будет смеяться. Поэтому там уже были не знакомства, а нужна была пьеса хорошая. Нужно было быть профессионалом. И вот я принес в театр пьесу, в театр Симаркандиста жил, режиссер посмотрел, а на первой странице было список действующих листов, пять человек, да? Короче, я почитаю, сказал. Я по-моему, не читал. Прошло года полтора, года полтора. Он мне звонил и говорит, «И вот вы мне принесли пьесу, для помощи там была одна молодежь, и всего пять человек. Мне по завесу нужна эта пьеса, он бы сказал. Такая пьеса нужна». То есть он не знает, в чем пьеса. Он знает, что есть пять человек, одна молодежь. Он решил поставить чайку Чехова. На главную роль взяли секретаря по школу, секретаря про школу, председателя театрального общества. Там еще кого-то взяли. А молодежь осталось бы сделать, человек пять-шесть. Если их не занять, а там они начнутся жалобы писать. Знаете, как была такая болезнь? Театр. Майдана. Да. Все такое прочее, да. А чтобы их занять, он решил и пьесу какую-нибудь. А он, знаете, что я человек, интересно, что я пишу статьи, что я и то прочее. Пьеса такая была. Я потерял. Можете мне принести еще раз? Я говорю, хорошо. А у меня был один экземпляр, второй или третий, не помню какой-то. Я завтрак принесу. Я всю ночь, у меня была маленькая такая, Москва, она была, да? Я всю ночь перепечатал 60 страниц. Перепечатал. Принес ему ключи, чтобы у меня остался экземпляр. И он назначивал чтение. Я точно помню дату чтения. 11 ноября, 80-го года. Причем я помню, прихожу я на чтение пьесы, он прочел, ему понравилось, да. То, что он хотел. Тема была? Тема. Расскажи, да. Сейчас расскажи про тему. И вот, прихожу читать, мне говорят, отмени нам чтение. Среди. Первый раз в жизни у автора читает пьесы, отменили. Почему отменили? Умер прежний год. 11 ноября. Такой день. Трава. Ничего. На неделю от вас шире я пошел, прочел самому детскому. Понравилась схема, понравилась мне поставить. Она была, знаете, в 80-м году я написал, два года она ждала своей премьеры. Она была у молодого человека, который не хочет, не вписываться в систему. Когда мать, вот журналистка, чем партии говорит, ты же не позволь. Он иди работал, где-нибудь что-нибудь, у тебя еще образовали, после сих пор ничего не делаешь. Хочешь, шатайся, живешь с матерью, если что, поесть и так далее. И он говорит мне такую фразу, которая цензура пропустила. Она прошла цензура. Фраза была такая, для них лучше строить будущее по морально устаревшему проекту. Но эта фраза есть, она есть, она была поставлена, и она там шла. Говорили со сцены эту фразу. А почему цензура пропустила? Убывая из этой фразы. Вот это была пресса об этом. Сам удивитель, я потом написал эту статью, здесь уже в Израиле находясь, он в конце концов находит себя. Там любовь, там женщина, там все такое прочее. Любовь там все выкрасывается, молодежь сталкивается, расходится. В конце концов он находит все места в этой жизни. Знаете, в чем он находит? Он обращается к истории своей страны. И он идет работать тем, где организация, которая ухаживает за памятниками старения, за домами, которые имеются. То есть память. Я не знал, что через несколько лет, восемь лет пройдет, появится организация память. Благодарный за то, что я сказал, что вернуться к памяти – это хорошо, и показал путь, как вернуться через свою память. Эта память напишут в своей газеты, которую я в Москве будущей покупал и читал пару раз, да? Я написал в стихотворении «Память спит в современный лес». Помните, в современный лес появился, да? «Давидов Петериан до слез». Взял и пикнул. Как это называлось? Я ее назвал… Название было одно, а потом переназвали ее. Там прямо попросили меня переназвать. Я ее назвал «кошкой, которая гуляет сама по себе». Я говорю, ну что? Что? Они не поняли, в чем дело. Они ищут… Кошка. А ты мне же кота кладешь, да? Кошка одного и назвали. Правильно, да? У тебя главный парень, а ты назвал кошкой. А у нее была там девушка, которая нагуляла ребенка со стороны. Они решили, что я назвал пьесу по этой девушке. Кошка, которая гуляет сама по себе. И они сказали, что-то непонятно. Я ее назвал по-другому. Назвал ее «Поломанные детьми». И опять же, что мне особенно понравилось, я еще не переделал. Поставили пьесу эту. И я сижу у себя по билетам, где я работал. Потом уже какая-то должность у меня была такая себе. У меня был секретарша. Заходит секретарша и говорит, «Ко вам пришли люди?» Это через месяц-два после примера. Я говорю, ну, мы зайдем. Заходит молодая женщина симпатичная, не с таком, не совершенно. Заходит так ровно и говорит, «Вы, Юрина, рады?» Потому что я не говорю, я ничего не могу. Я говорю, да. Это ваша песня от Самаркадского государственного Ордена Трудового Красного Знамени Чехов-Тягина в каком-то названии? Я говорю, да. Она говорит, заходите. Заходят еще четыре женщины с огромным букетом. Они оказались работники ПТУ, учителя ПТУ. И она была такая, что и взрослых смотрели, и молодежь смотрели. Они говорят, что мы пришли смотреть спектакль, это был первый спектакль, на котором мы пришли, и дети сидели спокойно и смотрели вот так ровно. Они бросали их в труп-труп искомленные бумажки, ПТУ, чтобы девятый, всякая там, когда у вас была. Они смотрели, в конце все тихо было, смеялись и хлопали. И мы спросили, а что за автор? Когда мы сказали, что автор живет в Самаркаде, мы не поверили. Мы узнали ваш адрес, где вы находите. Они привезли мне огромный букет. И я понял, что я на него заходил. А к чему я ввел? Я попал союз писателя. На премьер моего спектакля пришел председатель отделения союз писателей, и там ученев. Прилосили его. На примеру, на злоздачную. Он посмотрел. Ему понравилось. После подошел ко мне и говорит. И вот, когда будет у вас вторая песня, приходите, мы вас принесем в союз писатель. Это же мне четвертый пример. Как? Мы не знаем этого. К нам тут ломятся люди, которые и дездори и прочее. А вы с четырьмя пьесами такими, и вы на таком уровне, если она... Давайте, приходите завтра же, запомните, что надо. Он сам дал мне не одну рекомендацию. Он уже делал рекомендацию, он пределит им помню. Я учился в литературном институте, на втором курсе, на третьем курсе. И там был один человек, который тоже был писателем, он тоже охотно дал мне свою рекомендацию. Потом меня приняли сначала в отделение, отправили в Москву. В Москве это дело одобрили. И вот с пьесами своей, если не было проще попасть с писателем. Старо-чередов. Да, с пьесами с писателем, да. И не было никакого, так сказать, с моей стороны сотрудничества В, потому что фраза эта, фраза «хочет строить будущее», постморайл, старающего педага, по-моему, она достателена. Для того, чтобы меня выгнарили со всех инстанций. А у чего вам литература зачастую третий? Попасть было только на дефор. Да. Как я попал в литература у меня тоже было, и никого не было. Я пришел, я уже написал несколько пьес, еще и не было на них пьес поставлен, но я сам пришел в Дом офицеров у нас в Самарканде, центральной улице Главы. В Дом офицеров, который посетил площадку, куда приезжали, все едет пьеха приезжала, и другие приезжали сюда. И сказал начальнику полковнику, начальнику Дом офицеров, давайте, организую у вас театральную студию. Я организовал там, он разрешенный, сначала унесла университет Ставкиной, а потом университет Ставкиной. Кстати, выходили в театральную студию, она называлась у меня «Диалог», и я там ставил свой пьес. И мы поставили несколько пьес моих, и я подумал, что надо бы ей диплом получить. Хотя у меня первый диплом был химик. Я, наверное, единственный химик в СССР, который диплом на работу за счетов спектаклей. Поверь мне? Нет. Быстенько сделала дипломную работу, я был хорошим студентом, со мной любили ходить туда. Там же в Самаркаде? Да, в Самаркаде. Кустенько сделал, теперь все остальные готовят, а мне ничего не делали. Я взял, а КВН там был, помните, в 71-м году. КВН был очень сильный. Я написал сценарий, как мы учитесь пять лет. И сказал своим однокурсникам, «Ребят, давайте мы закраем это на подаре нашему, нашему подаренному институту, химическому факультету университета, нашу прощальный спектакль». Все взялись, и все эти люди играли спектаклики, смешные сценки, в духе КВН. И вот это было потрясающе. У нас был директор Абрамов, арминент Михаил Абрамович, Абрамов. Он такой, ничего не проникал, слух и все прочее. Однажды пришел посмотреть, что там репетиция была уже на последнем ставе. А у нас так в том зале был такой помост и зал. Прямо так вверх, очень хорошее старение, тех двадцатых годов постройка университета была, хорошая. И этот помост нам ужасно мешал. Он нам мешал. Нам нужна была сцена, потому что сиденья шли вот прямо вверх стремительно поднимались, все было видно. И надо было пять этажей. Он посидел, посмотрел минут 15, вышел и сказал, уходя своему там за хозу, уберите помост. Это было великолепно. Это была церковь, убрали ради нас помост. Когда я об этом рассказал Топалер, работали летом, я был в Америке у него на передаче, мне потом приехал, мне позвонили с Кирилл Гарта, женщина, которая оказывается училась на три, на два или три года ниже нас, рассмотрел спектакль и говорит, после вас пытались другие то же самое сделать, ни у кого ничего не получилось. И вот с этими спектаклями я решил, раз уже в любительской и не любительской был в такой студии, давай я пытаюсь стать профессионалом писателем. Я решил подать документ туда, в Москву, пришел к поликлинику, к женщине и сказал, нужный форум помните, который был 106, что я здоровый, не знаю почему, без принимать всех, а там он же был здоровый, чтобы принимать в институт. И когда я прошел, оказалось, что я здоровый, ну сколько может быть человеку по 30 лет, как-то он, каким болезненным, она меня запомнила, а не могу ли мне запомнить еще одну такую же. Женщина-то, за счет дверь, все одну берут. А тогда был как раз потоки, все брали, да? Я говорю, я документы подаю в литературу и в Абгик, на сценарий. Что с ней было? Она, блядь, потеряла самоводание, она стала кричать. А вы знаете, что в Абгик 11 раз поступал этот, как его зовут, литературный поступал, 11 раз назвал какого-то великого, что в Абгик там что-то не приняли, сначала этого, Никулина, а вы прямо не туда и туда ходите. Ирина, не то что родила, я не родил тогда. Я говорю, ну что вам шапка, что ли, дайте мне. Она мне дала, и я платил документы в Абгик, и в литературный поступок, и послал туда пьесы, и туда и туда пьесы, и меня пригласили сразу два груза. Сначала экзамены были в Абгике, и в литературном. Я жил в литературном. В Абгике я жил в общежитии, а если в литературном сдавать экзамены. И вот в Абгике уже я, Габриилотович, он принимал группу, но не для себя, а для какой-то своей профессорши, которая была в отпуске, она просила его набрать группу для него. И он меня пригласил, он мне задал вопрос на собеседование. Сначала мы написали сочинение какую-то такую, на больную тему. Сразу отсеялось, там был человек, наверное, триста, четыреста, отсеялось больше половины. Потом он провел собеседование, отсеялось еще больше, осталось человек тридцать, и надо было двадцать пять человек. Все остальное. И эти двадцать пять человек, из тридцать ведущих, теперь надо было сдать какое-то сочинение, написать, что такое. Тогда и все. И все. И прошли мы. А я, как сказать, человек с красной книжкой, как вы знаете, аттестатом. Нет, аттестатом. Аттестат у меня был. Мы дали. Я оказывал дать всего один экзамен. Вы знаете, да? Один экзамен можно было сдать. И все. Меня приняли туда. И одновременно, параллельно меня приняли в литературный институт. Потому что я сдал, написал сочинение на пятерку. Когда я пришел сдавать институты документы, параллельно всегда было, я спросил, вот я, у меня аттестат с дипломом, а можно мне тоже дать всего один экзамен, первый, профиль. И что мне принять? Они говорят, да, но у нас еще пока никто на пятерку не писал. Я написал, тема была такая, несколько тем было. Я открыл тему, Кутусов образ в романе Толстого и историческая личность. И я написал сочинение, в котором я сказал, что написал, мысль была моя такая, что Толстой принизил роль личности в истории. Я считаю, что личность в истории мне дам огромное значение. И я принял такие примеры, взять хотя бы Гитлера, взять хотя бы Сталина написал. И я принял там фразу такую, из задания Толстого Вардовского, «Не зря должно быть сын Востока, он до конца являл, хотя ты своей приною, своей жестокой, неправоты и правоты». Вот я принял такую фразу там. И у меня был эпиграф из Берлинского, мы же там сидим без всяких интернетов, без всяких словарей и прочего. Титул подтверждается не самозванством, а историю и народу. Разве можно такое сочинение поставить плохую оценку? И так получилось, что я ошибка не на месте. Потом выяснилась, эта женщина, которая проведала мое сочинение, она потом нам преподавала русский язык в литературной статье, русский язык изучать тоже. Вы это должны знать, да? И мы написали там диктант. Однозначно диктант привела, диктантелем я сделал 34 ошибки и получил четверку, один лестник. Женщина одна из Сочи, девушка одна из Сочи, по-моему, она была, получила пятерку, она сделала 32 ошибки. Все остальные сделали 65 ошибок и больше. То есть диктант был составлен в высоком профессионале, там было в каждом слове был подвох, и в каждом сочетании слов был подвох, и в каждом предложении был подвох. И она сказала, что вот мы думали, я и вот та девушка, мы в молодости, потому что профессиональный корректор и редактор делают 50 и больше ошибок. А мы сделали 34 и 32. А вы сначала удивились, да? Как вы получили хорошую цену и вышли? И она мне потом, разучая нам диктанты, она сказала мне, Юра, а вы знаете, что я от вас ждала именно такой хорошей результаты, я проверяла ваше сочинение в литературной статье, которым я сдал только сочинение и поступил сразу. И остался там, я не стал во фиффе, в участном сценарии. Я просил монету, но это уже другой разговор. И она сказала, я прочла ваше сочинение. А у меня проект такое. Мне понравилось, я поставила пятерку, а через черточку нужно ставить за грамотность. Я читаю, ставлю оценку за задержание, а потом листаю назад и проверяю, сколько я сделала галочек. Она исправляет и делает галочки. И я увидел, что ни одной галочки не поставила. Я решила, что я увлеклась и забыла поставить галочки. Стала читать снова. Дошла до конца. Опять то лист разла, опять ничего не обнаружило. Я растеряю себя. Был тверо слушать мои практики, она там несколько лет уже принимает такие. Дала соседке, они все сели рядом, говорит. Дала соседке, который проиграл другим. Говорит, посмотрите, пожалуйста. Качала назывались. Она преподавала другой пример, преподавала того же. Она прочла, я такая, холодная женщина, выдержанная. Она прочла, и сказала, да, может похвастаться, потому что тело хвастается. Как я узнал этот самый, познал этот самый эскиз. Так, пожалуйста, еще есть вопрос? Ну, наверное, уже из последних вопросов. Нет. А организация проводит какие-то мероприятия в России? В Советспасательстве? Да, в Советспасательстве. Смотрите, мы были в ярмарке там, недавно, в Примуне, были на ярмарке в России, а мы там сделали. Потом, к нам обратился, совсем недавно к нам обратился, весь такой, пригожий там, такой, да? Привожий он был, да? Ну, вот, продюсер? Нет, не, не Привожий, я теперь такой, вот, приветик, приветик. Там есть Советсписатели, там несколько Советсписателей. Один Советсписатель, который забрал себе Переделкина и Литфонд забрал себе, они обратились к нам несколько месяцев назад в предложение вступить. У них организуется международный Советсписатель, они будут там главным гитаром русскоязычных писателей, и они уже включили себя грузинских, еще такого включили, из Америки, вот, они предложили нам вступить. Я спросил, а зачем это нужно? Он говорит, мы будем делать с вами вместе всякие разные интересные мероприятия у нас в Москве, у вас в Израиле, и будем сотрудничать. У нас есть средства и так далее. Я поставил на последнее отправление, это было неделю-две назад, и они все одобрили, всем понравилось, мы теперь являемся членами международной организации, и будем ждать таких приглашений, и будем приглашать их. А как эта организация называется? Напишите мне, я вам все точно предупрежу. Хорошо. Я, у меня документы, он мне прислал все координаты, все. Еще, пожалуйста, раз. По этому переводчику найдется место бездание в Союзаписателе? Ну, в чем? В издании в Союзаписателе. Вы издание, без грамочков, да? Смотрите, надо продвигать, надо продвигать, все же деньги умираются, да? День праздник. Вот что я думаю. В журнале, да, можно сразу сказать, что журнале, мы обязательно редколлег, вот таким у нас редколлега, я. В каком журнале? Я сказал уже, мы будем издавать журнал. Журнал вот такой, примерно толщины будет. Проверка какая? Альманах, даже альманах, может быть, да. Деньги у нас, средства у нас есть, решения есть. То есть, все решено, да? Испография есть, все есть, опыт есть. Единственное, что я подозреваю, что вы точно неудобили там, почему неудобили, какой толку ли будет. Но! Вы имеете право взять свои лучшие переводы, хорошие, интересные, присылать, свяжитесь со мной, я вам скажу, кому на какой адрес присылать. Хорошо? И потом звоните, спрашивайте, ну какова судьба моего перевода, и так далее. Если будет действительно великолепное состояние, может быть я постараюсь вам уже не надо, если будет перекорректировать. А так я стараюсь не вешать. Вы имеете в журнал только эксклюзив, или ранее дубликованное такое? Журналы еще нет. Выдут перед коллегами? Будут перед коллегами. И они решат. Хорошо? Да. Они решат. Таким образом едут, то минимум. Это уже осталось. Полно. Журнал планируете печатать в России, или здесь? Здесь. Нет. Знаете, замыли, зелушка-полушка, дабыль перевод, слышали? Такое хорошее русское пословице. Да, тем более здесь еще все есть. Давайте еще, пожалуйста. Я просто, насколько я знаю, Иосиф Бегун, печатал, по-моему, свой журнал непосредственно в России, в Москве. Да, не только. Многие. У нас писатели есть, которые публикуют там. Печатают там свои книги, привозят сюда. Да, есть писатели у нас, но я, нет, мы не будем там это делать. Поскольку, насколько это зависит от меня, это дело здесь. У нас есть недорогая цифография, сравните недорогая, конечно, да? Мы можем уложиться в эту сумму, мы сделаем здесь. Еще, пожалуйста. Пятая графа в вашей успешной карьере, как она? Поразительная вещь, вы знаете, а вот когда я написал сочинение, вышел из литературного института, и когда я сказал, что, а, мне сказали, тебя завалят, потому что ты еврей. Я подумал, странно и интересно, почему? Ну, нет, в смысле, ну, ладно, буду сдавать экзамен. После второй года, это было... Нет, это был 79-й год. В 79-м году я поступал. В 82-м году я поступал. В 79-м году я поступал. И вы знаете, мне в итоге не завалили. Мне поставили хорошую ценку, русская женщина поставила хорошую ценку, пятерку, и вторая ее поддержала. И когда я пришел в нашу группу в первый раз, я видел там 5-6 еврей. Теперь, я не чувствовал, почти не чувствовал одесситизм у себя в среднях. Не чувствовал абсолютно. Я чувствовал бы того, иногда кто-нибудь, но это было немного. Это было немного. Я понимал, что это алкоголик, и все проще. А когда в 91-м, 90-м году все это прямо всплывало, вот потому что я не чувствовал, у меня не было иммунитета. Я как будто меня мешком по голове ударили. Пыль из-под муки, когда я... Это, кажется, это память, это высказывание, эти люди, которые говорят, люди, которых я уважал, читал, и считал это талантливыми людьми. Нет, когда... Я там занимал не плохую должность, одновременно. Ну, может быть, Ташкент, город Хребни, там не было такого, как Беларусь. Вполне возможно. Вполне возможно. Объяснение. В Украине говорят, люто. Но не тот один процент, которого брали все. Может, да нет. У нас этого не было. И в университет, которым я учился, на работу меня принимали, довольно хорошую. Я написал несколько статей, две или три статей написал, лицензии на спектакли в наших самаркандских театрах. И был, будучи, по сути дела, безработным. Я был безработным. Так, подрабатывал там и сел. И много писал стихов, знаете, до тридцати, если поэтам быть почетным. И странно, конечно, после стихов. И вдруг, после третьей, четвертой статей, редактор отдела культуры, мне говорит, зайдите в Украине культуру, в газете «Аруш», с вами, где-то, я туда прихожу, и мне говорят. Ваши статьи читают у всех наших театров, там было 5-6 театров, да? Они все говорят о вас такие хорошие вещи, такие хорошие дикты, потому что, приходите, приходите работать начальником отдела театра. То есть, улицы человека взяли, их моя национальность не беспокоилась. Я пришел, устал работать, потом дальше еще пройдем для меня, и так далее. Ну, это, наверное, уже последний вопрос сегодняшнего вечера. Самый последний, можно? Самый. начали с юрита, что вы посоветуете людям, которые начинают изучать юрит? Вот, али мы приезжали? Вопрос великолепный. Первый член советов, покупательные книги вы видите. И эти книги для меня действительно помогают. Это во-первых, да? И потом, вы с самого начала говорили, я говорил вам, надо подальше от русскоязычного всего и постараться, постараться, если устроитесь на работу, выбрать деточность людей, это будет великолепным. Если женщина уходит замуж за израильтянин, это великолепно. Если русскоязычный парень попадает в тюрьму на Готика-2, это ужасно, но оттуда он бывает секретным. Среда, то есть среда. Среда. И книги, это серьезно. Все, кто хочет, посмотрите мои книги. Если не только грыть, если и диксируют, только диктивы. Если приобретет несколько книг, я бы только рад, потому что мне обратно тащить будет легче. Так. Все. 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 Все.